В Забайкальском крае произошел какой-то вообще невообразимый случай, объяснений у нас нет, будем ждать объяснений, хотя ясно, что это зломышленники какие-то сделали, то есть какой-то мужчина нашел пакет на улице, принес этот пакет домой, зачем? Там была кофемолка, и почему-то не сам стал с этой разбираться кофемолкой, а ребенок его взял в кофемолку и включил в розетку, в результате он серьезно поранен, потому что утверждают, что там была взрывчатка, что это была бомба такая в виде кофемолки, Ну, обычно во времена войн различных, локальных, разбрасывают детские игрушки со всякими минами такими, да, в общем, ну, вот что я могу сказать, у меня нет объяснений, кто это сделал, если полицейские путинские не найдут, кто это сделал, ну, нужно будет ждать очередного тогда. В любом случае могу сказать только одно, если началось минирование каких-то предметов, будьте очень аккуратны, никогда не поднимайте никаких кошельков, особенно туго набитых, ни в коем случае никогда никаких кофемолок, который в розетку надо включить, как Аркадий Райкин, помните, там, говорит, все включают, я выключил, да, вот не надо выключить, ни в коем случае, если вы находитесь в тех местах, где ожидается вот такая хрень, да, там, не перемещайте какие-то предметы, да, не трогайте какие-то там фотографии, картины, висящие криво на стене и прочее. То есть не пытайтесь вмешаться в этот мир, да, потому что, ну, как бы это может быть очень плохо закончится. Кофейный хлопок, да, адская машина. Да, то есть адские машины могут как угодно быть закамуфлированы, нужно понимать, что все они имеют одни и те же принципы. То есть взрываются при помощи давления, взрываются при помощи освобождения от давления, да, ты можешь что-то поднять, а оно после того, как ты поднял, рванет. Взрываются при помощи электричества, когда ты что-то там включаешь, да, и так далее. Поэтому не надо это все трогать лучше. Остальные без присмотра дети двух-трех лет погибли в Челябинской области во время пожара. Везде эти гнилушки горят и везде дети гибнут. Саврополь подросток выбросился, ну, или упал, ну, скорее всего, выбросился и погиб с многоэтажки. В Энгельсе ребенок провалил, чуть не провалился в люк, да, ну, себя поймать смог. И люк закрыли какой-то деревянной херовиной, который, ну, типа лавочкой. В Китае едят все, это лучше, да. Так и есть. Город Донков, Липецкая область. Очередной ребеночек на водрубке разбился, получил травмы. И находится в реанимации, жутко совершенно. Я говорю, идет волна, аккуратнее с этими водрубками, да. То есть, это лучше на них не кататься вообще. Она неуправляема. И если ребенок в основном летит спиной, да, потому что так человеческое тело устроено, эта водрубка устроена так, что ты, в конце концов, скатываешься и летишь головой, блядь, вперед. В конце концов, врезаешься в дерево, в стол, во что угодно, башкой. Понимаете, не катайте ваших детей на водрубках. Фиг, что вот водрубка Путина, подружка, это точно. В Липецкой области новогонник еще один сгорел. Город Елец попал в контактную сеть. Человек идет волна. Я что-то не говорил об этом, да, но вот каждый день сообщения, информация о том, что дети попадают в контактную сеть на железной дороге. Сейчас уже я вижу, что очень много. Надо сказать, чтобы люди были аккуратны. Шаговое напряжение. Ни в коем случае башку над вагоном нельзя поднимать, да. А особенно, если там как-то там залазить, что-то как-то себя увеличивать в размерах. Пробьет так, что вам не горюй. Самое главное, что и сил тока большая, высокое напряжение, то есть человек загорается мгновенно. В Уфе, спасаясь от пожара в жилом доме, две девушки 17 и 18 лет выпрыгнули с второго этажа, сломали позвоночники, и тоже идет волна. То есть нет никаких этих кубов там у пожарных, ничего нет, никто никого не спасает. И вот в понедельник в Новой Москве был пожар, и с 11 этажа мужчина с женщиной выпали, спасаясь от огня, погибли. То есть, видите, волна идет таких вещей, пожары, и люди гибнут, выпрыгивая. Ну, или получают травмы, как эти девушки. Так. Кранопад начался. Вот пишут, что я его предсказал. Я не предсказал, просто видел, что волна идет. Краны начали падать, значит, будут падать и дальше. Красногорск, Московская область. Вот как прозорливо заметил днями в Эмальцев, начнется волна кранопадная. Что, собственно, и случилось. Да. Упал кран, упал причем на здание ТЭЦ. И кран демонтировал комплекс снежком, ну, и завалился, это горнолыжный какой-то комплекс, завалился этот кран, травмирован крановщик, и вот эту ТЭЦ, или котельную, как угодно ее называйте, он ее разголбил. Интересная тоже тема такая, страшная, я думаю, сейчас вот впервые такое случилось, но сейчас мы в разных вариациях это еще увидим, тоже начнется волна, я даже не сомневаюсь. Город Санкт-Петербург при проведении ремонтных работ напротив Петропавловской крепости у строителей что-то пошло не так, и огромный резиновый шар вылетел под давлением из трубы, ударил проходящего, переходящего пешеходный переход мужчину. Ну, этот шар называется пневмозаглужка, вот такая фотка, да, вот видите, вот это шар, ну, хера себе, и прибил сразу, прям как это, как ядро вылетело. Это вот кто может подумать, что у тебя на дороге, когда ты переходишь, вот такая херовина прибьет. Это к кому в голову могло прийти, что из трубы вылетит вот такой шар, как снаряд. Вертолет сломал лопасти Ми-8, Ютейр, авиакомпания, ну, Ми-8, в общем, сейчас идет волна, я говорю, я бы не сел на вертолет Ми-8, ни на одну из его моделей, вообще лучше на вертолеты Ми-8 сейчас не садиться, да и вообще на российские, потому что сейчас наверняка будет еще. Три человека погибли за выброс метана на руднике в удачном Мирнинском районе, видите, рудник все-таки неудачный, если погибли. Ну, сейчас техника безопасности везде на нуле, будет огромное количество человеческих жертв, особенно на всяких этих рудниках, шахтах, сейчас вот что-то давно не было, нужно, значит, ожидать какой-то на очередной шахте Распадская, какой-то такой жопой, просто жуткой. Я думаю, что вот можно отмерить, что до лета обязательно будет такая большая жопа, если путинский режим, только мы не сварим. В Южноуральске и Челябинской области 13-летняя школьница пыталась убить свою одноклассницу, вначале она, значит, хотела, чтобы заставляла ее съесть таблетки и заспить уксусной кислотой, а когда жертва отказалась, нанесла ей два ножевых ранения в области лица и шеи. Ну, и в психушку отправили эту 12-летнюю школьницу. Да, то есть, видите, порог начала тяжелых психических заболеваний уменьшился. Обычно это раньше было там первые курсы институтов, последние классы школ, а сейчас, видите, 12-летняя школьница, и все, и привет. В Уфе стоматолог удалил ребенку не тот зуб, а прикрепил его обратно проволокой. Врач перепутал зубы и вместо молочного удалил девочек коренной, а потом натянул его проволокой на четыре других, в том числе и больной. Видите, какой молодец. Просто молодец. То есть, такие вещи читаешь, думаешь, что тут вот просто придумать невозможно. Это тупой, еще тупее, помните, там попугай, голову попугая там пришил, да, и мальчику слепому продал. Вот это приблизительно то же самое. В Калуге к больным пневмонии детям пригласили священника. И, значит, собрали больных пневмонии детей, которых лечат в российской больнице, сами понимаете, как. И они больные пневмонии заразные все-таки, да, и их всех с одной ложкой, с одной ложки причащали, да, священник. Собрал всех детей, всех причастил, у родителей не спросили разрешения, всех с одной ложки, все нормально. Ну, жесть какая-то. Просто жесть. Вот при большевиках выбор стреляли этого папа. И, кстати, правильно бы сделали, я вот не против. Просто к стенке за такой надо ставить, и все. Продолжение следует...